Скорые фильтры – один из основных элементов комплексной системы очистки воды. Это сооружения, в которых происходит окончательная фильтрация, и Днестровская вода становится питьевой. В рамках масштабной реконструкции станции рабочие производят замену запорной арматуры на новое оборудование – поворотные затворки. Старые, сделанные из щегуна детали не подлежали ремонту. Поворотные затворы, наоборот, легко ремонтируются и могут служить намного дольше. То, что мы сейчас будем устанавливать – это поворотные затворы. Мы также, параллельно с задвижками, эксплуатируем уже много десятков лет. Стороны сильные от таковы. Они менее энергоюнг. Для управления требуется двигатель мощностью в разы меньше. А самое главное, что они ремонтно пригодны. Мы умеем их чинить, научились их чинить. Вот в этих условиях. Поворотные затворы удобны в работе и, к тому же, имеют неограниченный срок эксплуатации, рассказывают специалисты. После восстановления, после ремонта, они имеют те же характеристики технические, какие мы получаем от поставщика от завода. То есть, полностью восстанавливаться. Они могут отрабатывать вот этих вот циклов, гарантийных, заводских, много, несколько, после вот такого восстановления. С задвижками ничто похожее проделать невозможно. Специалисты планируют задействовать оборудование как отечественного, так и зарубежного производства. К примеру, это произведено в Ивано-Франковске. Сейчас сотрудники предприятия устанавливают первые пять деталей. Принята программа. Большая. Дорогостоящая. По замене 69 задвижек диаметром от 800 до 1000 мм на новую, качественную запорную арматуру. Мы это попытаемся сделать за год. В течение одного года. Но это включает все. Это демонтаж старого оборудования, демонтаж площадок послуживания, демонтаж электротехнического оборудования. И взамен устанавливается все новое абсолютно. На закупку новых затворов необходимо более 3 млн грн, которые можно будет выделить при условии своевременной оплаты услуг водопользования потребителями. Проводимые работы никак не сказались на функционировании водочистного комплекса. Станция работает в штатном режиме, сохраняется при этом и стандарты качества очистки воды. Подтвердил это также заместитель городского головы Одессы Анатолий Орловский, который посетил водочистную станцию Днестр. Мы приехали посмотреть работу водонасосной станции Днестр. Работает водонасосная станция в штатном режиме. Качество воды, я могу успокоить, соответствует норме. Все необходимые процедуры, которые должны проходить, это очистка, все проходит согласно нормам. Качество очистки воды в Инфоксадоканале держат на постоянном контроле. Напомним, предприятие обеспечивает питьевой водой Одессу, Ильичо, Зубеляевку, Южный, а также еще 45 населенных пунктов области.